Привет! Месяц назад я купила прекрасную меденилу, которая на тот момент цвела. У нее был один цветонос, он отцвел, и я купила, что были еще бутончики в надежде того, что эти бутончики расцветут. Но эти бутончики не расцвели, они были здесь на верхних листочках, а просто-напросто засохли. Так как это растение довольно-таки капризное, я все списала на адаптацию, новая ситуация, новый микроклимат, и поэтому она так отреагировала. Но после цветения она у меня немножко приболела. Сначала появились вот такие вот пятнышки. Вот на нижнем листочке здесь можно видеть такое пятнышко сухое. Может быть я недостаточно обратила внимание, но я подумала, что это действительно... Ну может влажности недостаточно ей, да? Как-то может ей надо больше, чем у меня есть. Но потом буквально через несколько дней я заметила вот здесь на верхушечных листьях вот такие пятна. И это грибок. Это грибок, я не могу сказать какой, я в них не разбираюсь. Какое-то серое, то есть вот такое серое сухое место, вот даже если вот так потереть, слышно, да, как оно шуршит. Вот такое серое, и оно распространяется. То есть оно вот так не остановилось. Что нам говорит о том, что вот на этот лист, и не только на этот, вот подвержены, вот этот вот как бы отросточек, да, он подвержен намного сильнее вот этому всему, вот этому грибку. И когда вот так вот потерешь пальцами, и пальцы нюхаешь, то вот плесень, вот как обычная плесень, пахнет в каком-то таком сыром подвале, вот то же самое. Поэтому она нуждается, само это не остановится, это будет продолжаться, и оно и продолжается. И поэтому я решила принять такие немножко кардинальные меры. Я хочу вот этот вот отросток, который больше всего подвержен, у него подвержены три листа, его обрезать, я читала, что медунилия обрезка не вредит, что даже ее иногда весной. Это для меня новое растение, поэтому я такая, может быть, героиня, такая женщина, не боящаяся вот этого, этой обстрижки, но я это сделала, для меня новое растение, и хочу, чтобы оно погибло. И как вот это все развивается, мне кажется, что ей еще осталось недолго, и она погибнет. Я снимаю без штатива, поэтому одной рукой камера будет, если сильно дрожать, извиняюсь. Я просто-напросто вот этот вот сейчас, вот этот вот, который... Я его... О, не так просто. Так, одной рукой я здесь ничего не сделаю, сейчас обрежу двумя руками и снова подключусь. Так, я вот смогла отрезать, оказывается, стволики у медунил довольно-таки очень плотные, то есть не так просто все отрезать. Вот у меня получилось вот такой вот черешок. Я надеюсь, что там все зелененькое, приятно пахнет обычными растениями, зеленью, да. И вот такие вот поврежденные листья, я думаю, что вот с этими листьями, ну, уже точно ничего хорошего. Вот, здесь уже ничего хорошего не будет. Это все будет только дальше продолжаться. На обратной стороне это выглядит вот так. Ой, все падает. Вот так это все выглядит. Вот, поэтому после того, как я это обрезала, есть, конечно, на других листях, но они не так повреждены. Допустим, вот на этом листочке, вот здесь кусочек маленький, я не буду это отрезать. Также я видела, сейчас вот, вот здесь, вот тут, вот тоже маленький кусочек. Я тоже не буду обрезать его, я пока оставлю, то есть так как очаг на этих листьях не такой слишком большой, поэтому я оставлю. И обработаю вот это сейчас все препаратом, грибковым препаратом. Я выбрала препарат от фирмы Целлофлор. Это фунгицид. Здесь даже написан у него, вот, сейчас покажу, что здесь входит. Ацоксюстробит. Вот этот у него препарат, который в него находится. Здесь, вот на коробочке, подаю, открываешь. Здесь вот написано, такая табличка есть, где дозируем кукасен. Это препарат для цветов, ну, для всех цветов обобщенности и для огородных растений, таких как помидоры, огурцы, всякая капуста, картофель. И здесь вот, когда смотришь вот эту дозировку, то здесь очень большие расхождения. То есть на 4 мл, вот в флакончик, вот такие вот, вот такие флакончики, 4, 4 маленьких флакончика. В этом флакончике 4 мл. И дозировка расходится на вот один флакончик от 1,6 литров воды до 4 литров воды. Вот, то есть я так понимаю, ну, ничего такого страшного нет, если немножечко переборщил. То есть довольно-таки сильно большое расхождение для дозировки. Вот этим препаратом я сейчас опрыскаю его. Я набрала вот уже в шприц вот этот препарат. 1 мл у меня воды. 1 мл. 1 мл препарата. И здесь вот в этой дозочке у меня 500 мл водички. Сейчас я вот это вот туда все вылью внутрь этого препарата. И так вылилось. Закрою бутылочку. И обработаю. Просто одна простая опрыски. Я взяла 500 мл. Можно было, конечно, 500 мл воды. Можно было, конечно, и взять, и поменьше. Но у меня есть еще такие растения, как, допустим, лимон или оливка, которые я занесла домой. И я тоже хочу их для профилактики, просто так как они стояли все это на улице, для профилактики их хочу просто опрыскать этим препаратом. Этот препарат нужно немножечко... Стоит в указаниях, что его нужно как бы смешать с водой. Он сам не растворяется. То есть его нужно вот так вот хорошо промешать. И я начну сейчас опрыскивание. Методом опрыскивания также стоит в указании. То есть это не пролив, а просто опрыскивание. Я сейчас вот таким методом просто-напросто опрыскиваю все листочки. Хорошо, чтобы везде я попала, во все. Здесь и постараюсь вот здесь тоже. Ну, с обратной стороны листа. Также обработать и стволики все обработать. Потому что если это грибок, он даже по воздуху разлетается, размножается, садится на другие участки. То есть если это делать, нужно сделать так, чтобы все растение было хорошо залито этим препаратом. Вот сейчас я это все обрызгаю, а потом подключусь снова. И покажу, как это у меня вышло. Так, ну вот мой цветочек полностью залит раствором фунгицидным. И сейчас он у меня так простоит просохнет. И на упаковочке написано, что нужно повторить примерно через 7 дней еще раз процедуру. Ну и, конечно, буду наблюдать за вот этими вот остаточными серыми такими вот этими повреждениями, да, чтобы оно не произошло, не пошло дальше. Потому что цветок мне нравится. У него очень красивые эффектные листья. У него очень красивое цветение. Ну и как бы растюшка, да, я хотела. Мне она очень понравилась. Я не хочу, чтобы она погибла. Поэтому буду держать себя и тому, кому это интересно, в курсе, как у меня она выздоравливает. Пока!